Воскресенье Воскресенье Слуга мой, без которого я никак не могу навести порядок в своем доме, в своем умении. Слуга, без которого я не справляюсь с делами, он расслабленный, бежит. Господь говорит, тогда я должен пойти к тебе и исцелить его. Нет, ты просто скажи им слово и все, и он исцелит. Я знаю, что так делается. И Господь сказал, во всем Израиле не видел я такой веры. А какой веры? Правильная вера. Правильная вера какая? Что нашего одного собственного подвига недостаточно. Что есть нечто, что становится больше людей, когда они вместе. Вот, например, как мы много раз говорили, один человек, два человека, три человека. Когда три человека, они уже нечто большее, чем просто три человека. Если часы разобрать, шарики, винтики побросать рядом, мы будем видеть, что вот это шарики, это винтики, это драгоценные камни. Если все это собрать, мы уже не скажем, это шарики и винтики, а скажем, это часы. Так и с людьми происходит. И вот те люди, которые и спрашивают для нас божественную милость, люди, способные вот так вот низвести божественное оставление, это святые люди. Это люди святые. И святые в церкви какие бывают? Вот мы знаем, бывают мученики, которые были в первых веках. Их зверям скармливали, мечами рубили, топили. Их в холодных озерах держали, как сорок мучеников, жгли огнем, жарили, как шашлык. А есть такие святые, которые учителя церкви, они пишут книги, подвязаются, пишут, наставляют. Как говорит церковь, украшают людские обычаи. Учителя церкви, они украшают людские обычаи, рассказывают нам. Сделай так это, сделай так это, так храм походи, а так вот с ближним общайся. А так вот деньги храни, так вот дом строй. А есть такие святые, которые преподобные. Они осветились тем, что они жили особым образом жизни, который призван, который обычно мы называем образ жизни монашеский или уединенный, или образ жизни подвижнический. То есть, когда люди, они все собирают воедино, и к Богу прилепляются, и они уже сами становятся ходатайми, подобно тому сотнику, о котором мы слышали в Евангелии. И вот монашеская жизнь, которая с самого зарождения евангельского, вот этого апостольского периода уже сопровождала проповедь апостолов. Мы знаем, что святая Фекла, святая Зинаида и прочие там чадо апостола Павла, они жили по пещерам. Но в монастыре они стали собираться чуть-чуть попозже, когда государство стало более-менее лояльно, так сказать, терпимо в христианской вере. И христиане стали собираться уже по многу человек жить в одном доме. И вот история повествует о Пахомии, что Пахомий великий был воином в Александре. И его однажды в одном месте оставили там в тюрьме, пережидать одну войну. Между одной войной и другой был перерыв, его оставили в тюрьме. И вот он увидел, как христиане приходят в тюрьму кормить заключенных. И он говорит, что это за люди, они бесплатно все делают. Говорит, это люди, они называются христиане. Не христианство, христианства еще не было. Христианство появилось в 19 веке, а это были христиане. Так вот, христиане стали предметом его интереса. И когда он вышел, он принял крещение от этих христиан. И вот однажды после крещения он видит сон. Вдруг он видит пустыня и предрассветные первые лучи, прохлада такая. И с неба падает манна. И когда манна падает на него, он чувствует невероятную благодать. Он эту манну как бы и собирает, и начинает ее есть. И благодать по всему делу разбирать раз. Ходится, он говорит, Господи, что же это такое, что я вкушаю? И Господь сказал ему, это мед Исихии, мед вот этой тишины, безболвия, который тебе надвижит вкусить, чтобы вся полнота крещения, которую ты принял, чтобы ты мог ее почувствовать, чтобы ты мог стать как те христиане, которые ты видел, ты должен вкушать этот мед. И тогда у него было откровение, как куда идти, в какую пустыню. И он стал собирать эти первые вот такие общежительные монастыри. И слово «общежитие», оно в русский лексикон вошло не после устроения университетов, а именно после устроения монастырей. И вот в сегодняшний день мы празднуем память двух великих святых устроителей общежития. Это прежде всего Афанасий Афонский, который на Афоне сделал общежитие и был игуменом и построителем лавры, Великой Афонской лавры. И преподобный Сергий, который, можно сказать, тоже связан с этой лаврой тем, что игумен этой лавры потом стал патриархом Константинопольским и послал преподобному Сергию схему великую, и послал ему письмо об устроении вот этих общежительных монастырей. И общежительные монастыри таким образом вошли в русскую жизнь и сформировали вот этот специфический русский уклад жизни и специфическое русское мировоззрение. А что такое общежительный монастырь? Где он коренится? Он коренится в Евангелии. Там сказано в архиерейской молитве Христа, «Перед тем, как идти на крестную смерть, Господь собрал учеников, сказал, обвернулся к Отцу Небесному, говорит, «Отче, да будут все едино, как Ты во мне, так и я в Тебе, да будем мы едино. Не все, не о всех молю, но молю о тех, которых Ты избрал, мы да будем едино. Да познают они Тебя единого истинного Бога. И познают меня, Господа Иисуса Христа, потому что Ты меня в мир послал, чтобы никто не постастался потерянным, никто там-сям не блуждал, чтобы всех я их собрал, как птенцов, птица собирает в гнездо, так и я всех наших собрал, да будут они едины». И вот эта заповедь, она осталась. Потому что как можно? Господь великое дело сделал. Когда мы говорим в Капернаум, Господь пришел, святые отцы толкуют как Капернаум, он сел в лодку и приплыл в свой град. Господь облегся в свое тело и с этим телом зашел на небеса. И если мы раньше для ангелов были непонятными существами, были ангелы, которые смотрели на нас высоко и припирались с Господом, что это за непонятное создание, то после воплощения Христова и вознесения нашего тела на небеса человек стал самым дорогим и важным созданием, которое существует на земле. Человек – центр вселенной. Вот если землю так повернуть, будет Вася – центр вселенной, если чуть-чуть так будет, Петя, чуть-чуть так более. Каждый человек является центром, все вокруг для него. И как можно Господа отблагодарить? Можно Бога отблагодарить так, чтобы Он увидел и возрадовался. Бог радуется, когда видит что-то, что похожее на Него. Вот мы упускаем из внимания все время эту такую деталь, то, что мы соединяемся с друг другом по принципу общего. То есть что-то в нас есть общее, и тогда нам друг с другом приятно и хорошо находиться, и мы говорим, а мне с этим человеком хорошо есть, у нас много общего. А Бог хочет нас собрать и хочет, чтобы у нас было с ним много общего. Вот как Он, так Он хочет смотреть сверху, и чтобы был, и Он радовался. Вот они похожи на меня. Поэтому Господь очень не любит, когда люди курят, Он не любит, когда они пьют, вот это, когда они постоянно завидуют, плюются друг в друга. Ты, тьфу на тебя, я тебя не люблю, иди отсюда, уходи. Постоянно, когда брат с братом пересуды, дережка наследства, сестра, брат, мать, отец. Один умирает, другой, другой проклятает, этот благословляет, этот идет, милицию вызывают, Росгвардия, прививка. Все это для Бога неприятно, все это есть для Него отвращение. Он не любит это, не хочет это. Он хочет, чтобы люди как ангелы жили, чтобы они между собой, о, брат, привет, брат, я рад тебя видеть, дайте Бог здоровья, пусть каждый твой шаг будет благословен. И от этого он исполняется сам, благодатью, потому что та великая молитва Христа, она исполняется. И люди как образ Пресвятой Троицы. Пресвятая Троица, в них одно подумали, одно сказали. Все, вот одно сердце, одни уста, одни движения, все одно у них. Понимаете, какая вот интересная. Так хочет Господь, чтобы и люди были. И вот они собираются в монастырь, они там счастливы. Сказана ей заповедь, один египетский говорил, если ты пришел в общежительный монастырь, научись быть счастливым. А тебе, как говорится, что там они, кто-то, что-то там не так. Все равно в монастыре нет войны за парковочные места, за как там на кассе пять тысяч разменять, не разменять, за честь нет, что там. Ну война за чашку, за шило, за подушку, за одеяло, где-то там что-то, кому-то большие подливки, кому-то меньшие подливки добавили. Ну какая-то неприятность. Но нет глобальных таких. И от этого люди умягчаются. Они становятся проще, добрее. И ближе становятся к Господу, и больше становятся похожими на Господа. А потом уже они, когда это пройдут, они уже идут в уединенные места, и там становятся уже такими непосредственными, непосредственными общниками, друзьями Бога, и посылают благодать на нас. Если вот такой сподобится человек умереть правильно, вот в своей преподобной кончине, он становится святым, и оттуда помощь посылают. И поэтому, если вы посмотрите, как преподобный Сергий не оскудевает народная тропа к преподобному Сергию. Открою вам секрет. Пока люди почитают преподобного Сергия, есть у России другая история, другая жизнь отличная от других людей. Вот пока есть, пока есть люди, которые приходят к преподобному Сергию, падают на колени и говорят, преподобный Сергий, помоги. Вот от всего сердца. Пока будут люди, которые пешком будут ходить из Москвы. Раньше так доезжал до Москвы, из Москвы пешком к преподобному Сергию. Вот надо сделать велосипедную дорожку, не электричку, а вот написать, кто там выделить деньги, сделать дорожку, чтобы ходили люди туда, к преподобному Сергию, падали на колени. И тогда совершенно другая жизнь начнется. Потому что люди созданы жить вместе. Они созданы жить вместе, и созданы быть радостными и счастливыми. Так Господь задумал. Господь не придумал, чтобы мы мучились. Почему приходится двоих людей, одного плохого, а другого хорошего сажать вместе? Потому что иначе они не станут похожи на Господа. Понимаете? Сам по себе. Вот двоих одного хорошего, одного плохого вместе посадил, оба стали немного лучше. Это такой принцип. Понимаете? Вот. Поэтому будем помнить, это величайшие образцы. Общежительная жизнь. У нас каждый в семье должен иметь общежительную жизнь. А общежитие без семьи. Откуда монахи рождаются? Из семьи. Если человек не был в семье, не будет и монастырей. Что сделал Советский Союз? Разрушил семью. Да. Кино самое лучшее в мире. Вот сердце, кладу руку на сердце. Самый лучший кинематограф в мире. Мослим. А семьи по пять разводов, по пять. Понимаете? Молоко вкусное, колбаса вкусная. Можно самолеты самые лучшие. В Африке до сих пор летают на самолетах. А семья разрушена. А семья разрушена. В монастырь приходят туда-сюда. Что-то мне скучно, что-то мне неинтересно. Там мне говорят, не ходи. Там мне говорят, не сиди. Там мне говорят, иди работай. Нет приближания. Нет такого. В монастыре на завод ты приходишь, тебе говорят, ты начальник церкви. А в монастырь ты приходишь, тебе говорят, ты хозяин здесь. Все. Начальник, если ты, ты сегодня начальник, завтра тебя сменили. Там партия Ленин разберутся, а ты был начальник, деньги взял, ушел уже не начальник. А в монастыре ты хозяин, говорили на Валаме, хозяин конюшник, все, лошадь заболела, вот пред Богом, пред Богом на колене, что-то там не так, копыта не почистил, пред Богом, хозяин, совершенно другая ситуация, совершенно другой подход. Давайте воспитаем какое-то поколение детей, которые будут способны к общежительной жизни. И ежели они, понимаете, будут создавать свои семьи не так, чтобы вы получали смс-ки, это кошмар, родители получают смс-ки, как у них в семье не складываться. А почему? Потому что нет общежительной жизни. Не знают законов общежительной жизни, не знают, что со стола надо убирать, не знают, что туалет, лицо монастыря, не знают, что работать, кто не работает, тот не ест. Все это должно вновь вернуться молитвами наших преподобных. Будем их просить об избавлении нас от этой горести и сами будем жить в общежитии. И да пребудет милость с нами всегда ныне присно и в Олегии.